Путь нефти привел в Ханты-Мансийск. В столицу региона приехали участники медиа-экспедиции, посвященной истории нефтяного освоения Западной Сибири и роли в нем легендарного первопроходца Фармана Салманова. В экспедиции участвуют студенты ЮГУ и Уфимского государственного нефтяного техуниверситета. Они уже побывали в нескольких городах Югры, посетили музеи и работающие предприятия, связанные с добычей углеводородов в Югре. Параллельно они пишут историю своего путешествия. Каждый день публикуют отчеты сразу на нескольких платформах в интернете. О том, что интересного, встретили студенты на пути нефти в сюжете. Мимо Ханты-Мансийска Путь нефти проличь, но никак не мог. И вот ожидаемая и долгожданная остановка. Окружная столица, в которой студенты ЮГУ выступили радушными хозяевами. Тут стоит заметить, что в медиа-экспедицию отправились не столько будущие нефтяники. Специальность молодежи – журналистика и пиар. То есть их основным занятием будет рассказывать о нефтяной и газовой промышленности простым людям, переводить профессионального нефтяного языка на обывательский. Говорить просто о сложном, понятно о важном. Студенты говорят, что уже успели встретить на своем пути людей с такими навыками. Экскурсоводы попались очень, которые рассказывали все дословно на пальцах. То есть для нас, как для гуманитариев, это достаточно сложно понять, особенно когда используются профессиональные термины. А эти прекрасные девушки, они нам рассказали это вот как для первоклассников. То есть действительно я очень много даже почерпнула для себя. То, что я ничего не потерпнул за четыре года обучения в университете. Как заметили сами участники экспедиции, нельзя сказать нефть Западной Сибири и не вспомнить выдающегося геолога Формана Салманова. За спиной путешественников Мегион, Сургут, Нижневартовск. И везде они встретили людей, которые лично знали нефтяника, работали с ним рука об руку. А некоторые называют первопроход со своим учителем. Говорят, именно он научил ставить себе смелые задачи и с успехом их решать. Например, такие истории прозвучали от председателя Думы Югры Бориса Хохрякова. И не только о добыче. О футболе тоже было. И о том, как в обход запретов строили для нефтяников дома культуры. Именно за счет таких историй образ Салманова из легендарного постепенно превращается в живой, человеческий. Форман Курбанович для меня это не просто вот где-то какая-то фамилия знаменитого геолога. Это живой человек, очень эрудированный человек, очень жесткий, когда нужный человек, потому что он руководил 90-тысячным коллективом. Исторических личностей много, да? А вот какие они были на самом деле, мы не знаем. И вот у нас какая-то тоже такая цель есть, его еще как человека показать. Итог каждого дня отчет на сайтах обоих вузов и в группах медиа-экспедиции в соцсетях. До конца же самого путешествия еще далеко. После Югры студенты отправятся в Азербайджан, где прошли детство и юность Салманова. А финишируют на Ваганьковском кладбище в Москве, где похоронен великий первопроходец. Павел Желтов, Лев Рыжков, телерадиокомпания Югра, Ханты-Мансийск.